Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие Университета Рабочих Респондентов. Тема занятия о текущем моменте и задаче Ротфронта ведет занятие 1-й секретарь Ленинградского комитета РТРП и секретарь по рабочему движению ЦК РТРП Ротфронта Степан Сергеевич Маленцов. Пожалуйста. Спасибо. Товарищи, прежде всего, чтобы охарактеризовать текущий момент, необходимо остановиться, на мой взгляд, на тех разногласиях, которые в оценках текущей ситуации дают разные отряды фронта. Ну и прояснить те моменты, которые в том числе звучали в этой аудитории, с которыми мы не совсем согласны. Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на следующий тезис. Значит, логика такая. Рабочее движение не может существовать без рабочего класса. Очевидно, да? Значит, чем больше развита отечественная промышленность, тем больше количество рабочих, и тем вероятнее успешное развитие рабочего движения. Значит, вывод какой следует из этого. Надо поддержать отечественное производство или, что то же самое, отечественного производителя в его конкурентной борьбе. Потому что мы знаем, что идет конкурентная борьба между буржазией. Значит, давайте предоставим слово самому отечественному производителю. Это некий Тимур Горяев. По итогам 2008 года он был признан лучшим менеджером года. Он же и руководитель, он же и владелец предприятия «Калина» в Свердловске. «Калина» – это концерн, который производит косметику различную. Вот вы видите рекламу «Черный жемчуг» и так далее, и так далее, который конкурирует, в том числе с «Проктером Гэмбл» и с другими брендами. Тимур Горяев считает, что у России крайне мало конкурентных преимуществ. Но одно весьма очевидное и доступное все же есть – это трудовое законодательство. Оно должно создавать возможности для нормальной эксплуатации работников. Левацкие игры, в которых персонал вынуждал работодателя играть, скажем, в Европе, привели к таким явлениям, как 35-часовая рабочая неделя. А в дальнейшем их стагнация многих предприятий. Это он связывает 35-часовую рабочую неделю, значит, стагнация. Не со своей хозяйственной деятельностью, архаичной. Особенно вредны бездельники, которые выступают разводилами в чужом споре. Так господин Горяев называет профсоюзы. Защиту должны обеспечивать законный суд. Значит, мы знаем с вами, да, что законный пишут господа Горяевы, а суд, мало того, что зачастую, даже когда дело совсем по-другому выглядит, принимает в сторону господ Горяевых, так он еще и затягивает процесс на многие годы. В царской России, например, некоторые дела крестьян рассматривались по 20-25 лет. Там жил и крестьянин умер, а суд так и ничем и не решился. И потом это индивидуальное обращение в суд, это не коллективное какое-то действие. То есть они как раз заинтересованы запустить по этому пути. Значит, вот интервьюирует его корреспондент. От ваших слов создается впечатление, что Калина с ее жестким, почти военным стилем управления сегодня стоит на пороге большого профсоюзного конфликта. Это интервью было в 2009 году, когда кризис был первый, да, сейчас у нас вторая волна, а там было первое. В кризис основная задача – управление рисками. Любая попытка дестабилизировать предприятие – риск. Сегодня это касается многих, но не нас. Я профсоюза выжиг каленым железом в 1996 году. Это было первое мое действие на посту генерального директора. Избавиться от барахла, который создает дополнительное трение при прохождении команд. Вот оценка отечественного производителя. Корреспондент задает вопрос. Наверняка в Германии, где у концерна сегодня сосредоточено порядка 30% бизнеса, такая зачистка вряд ли состоялась бы. Отличают. В Европе, по нашему опыту, роль профсоюзов снижается с каждым годом. Мы это видим. Действительно снижается. И барийские партии там долго пытались пролезть в правительство и решать свои задачи. Но их перехватили нормальные политические силы. Взялись писать законы, защищающие права работников. Ну, на деле, как они защищают? Они урезают права профсоюзов, и вроде как они бессильны, там все-таки становятся более бессильными. Власть сама стала гасить ливанские попознавения. Конечно, они не сошли на них. При этом в Европе есть абсолютно дикие ритуалы, образцы и обряды, унаследованные от профсоюзов 18-19 веков. Например, самое смешное, что профсоюзы содержатся на деньги работодателя. Есть масса вопросов, по которым нужно создавать комиссии. Куда входят представители профсоюзов? Решения могут затягивать на несколько лет. Тут надо просто посмотреть маршрут его прохождения, понять, что выгоднее. Договариваться и ждать, либо действовать бескомпромиссно. Причем, если работникам требуются юридические консультации, например, составить какую-то писульку против их же предприятия, то собственник оплачивает эти развлечения с дорогостоящими адвокатами. Следующий вопрос. Денежные проигрыши работодателя вполне объяснены. Вы эксплуатировали работника, когда на подъеме было, а когда случился кризис, выплачиваете ему отступные. Профсоюзов в этом случае нет эксклюзива по защите работника. Они действительно очень чувствительны к сокращению штата предприятия, но лишь потому, что меняется численность членов профсоюза. От этого зависит личный доход профсоюзного босса, его влияние, статус, уютный кабинет и прочее. Я так понимаю, в России профсоюзы не столь сильны и не могут давить на работодателя. Здесь все гораздо тяжелее. Большинство отраслей в угнетенном состоянии. Он тоже это подчеркивает. При этом я наблюдаю веселое раение отдельных общественных организаций, прежде всего профсоюзов. Создается ощущение, что чем хуже дела у реального бизнеса, тем профсоюзам лучше. Кто такие профсоюзные боссы? Нормальные бюрократы, хорошо живущие, отдыхающие, не хуже меня, которые пытаются оседлать финансовые потоки. Здесь он описывает профбоссов НПР. Действительно, он подменяет понятия. Есть реально борющиеся профсоюзы, а есть как раз те профсоюзы, которые ему на руку. И вот он показывает нам это лицо. Так называемых профсоюзов системы ФНПР. Говорит, что так устроена любая политическая партия. Так устроена Россия, людей, которые реально работают, производят меньшинство. А все остальные, что называется, фасилитируют. Испосабливаются, присутствуют, помогают правильно поделить. В нашей стране это плохо. Потому что если вдруг край с черной жидкостью закроется, то окажется, что никто работать не имеет. И разучился давно. Страна начнет деградировать мгновенно. Это броковая бочка. Поэтому эффективные остаются, остальные свободные. Когда мы с вами беседовали в прошлом году, вы говорили, профсоюзы появляются на предприятиях в угоду неким внешним силам. В основном чиновникам, чтобы давить на собственника. И в конечном счете, чтобы получить контроль над активом. Сейчас ситуация изменилась. Я не буду говорить о конкретных именах и названиях. Но такая угроза усилилась. Слабость власти порождает бардак. Неважно, предприятие это или страна. Кто больше склонен к сопляжуйству, к попыткам найти компромисс в любой ситуации, у тех криминальная гидра профсоюзов, быстрее распространяя свои метастазы. В нашей стране, где процент ГПТ очень велик, манипулировать людьми легко. Особенно, когда предприятия в делах плохие. В администрации месяца тушат экономический пожар. Люди недовольны, что у них низкие зарплаты, им не нравится, что они производят. Общее настроение неважное. Тут возникает на белом коне профсоюзный лидер. И никакого диалога с работодателем в принципе не получается. Скучно выслушать аргументы, думать, считать. Это противоречит национальному характеру. Сарынь на кличку. Вот это да. Взлетел на броневик, рубаху разорвал. Повел в глаза. Красиво сказал. Призыв кинул в толпу и все. Вот он, новый герой, мы за ним. Опять-таки, бастовать всегда интереснее, чем работать. Но по определению это правильнее, чем ставить у конвейера. Прикольнее. По определению это прикольнее, чем ставить у конвейера по 8 часов. Делать бесконечные ряды продукции. Гораздо приятнее побузить. Мне кажется, вы излишне демонизируете профсоюзы. Собственник не столь беспомощен. Особой угрозы работники для него не представляли. По крайней мере, до последнего времени. Я наблюдатель. И страха у меня нет. Профсоюзы в течение многих лет, как тараканы, как клопы, пытаются проникнуть на предприятие разными потешными способами. И это меня раздражает. Для меня это как секта. Если бы в компании появились какие-нибудь кровопийцы, педофилы, поклоняющиеся тане, закрепились и начали затягивать свои липкие сети коллектив, вам наверняка было бы понятнее, почему я бью им по рукам. А для меня одинаково. Гадко. Что секта, что манипуляторы, преследующие свои материальные и политические цели за счет предприятия. Неважно, какого. Значит, вот характеристика отечественного производителя, которым, в принципе, призывают некоторые товарищи помочь. Кто это такой? Это Тимур Горяев. Он родился в 67-м году в Свердловске. Закончил судебно-прокурорский факультет. Значит, он был юрист-консультантом, руководителем коммерческой фирмы, входил в советы директоров нескольких крупных промышленных предприятий и банков. То есть, и там, и там. С 96-го года генеральный директор концерна «Калина». А с мая 2008-го председатель совета директоров. Значит, имеет даже правительственные награды в орден Сергея Родоневского. Я посмотрел в интернете, что стало с этим Тимуром Горяевым. Он прогрессирует. Значит, он сейчас обанкротил кит финанс-капитал. Знаете, слышали такое, да? Вывел несколько миллиардов рублей в офшоры, кинул всех вкладчиков, скупает землю. То есть, прекрасно себя чувствует отечественный производитель Тимур Горяев. Значит, второй тезис, который здесь тоже неразрывно связан с первым. Значит, второй тезис у нас, что в России нет настоящих банков, которые критикуют отечественное производство под низкий нормальный процент. А есть ростовщические конторы. Следовательно, от этого, во-первых, страдает отечественное производство, что плохо, но что хорошо, не может возникнуть фашизм. Потому что фашизм есть открытая диктатура финансового капитала. А поскольку нет банков, то финансового капитала быть не может. Значит, если мы обратимся к работе Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», то он подчеркивает, что чем отличается вот эта стадия перезрелого капитализма? Прежде всего, концентрации. В том числе и в банковской сфере. Сейчас я вам нарисую немножко, чтобы это было понятно. Значит, что такое концентрация? Сосредоточение в одних руках, да? Если промышленная концентрация, то это различных производств и целых отраслей производств. Если в банковской сфере, то это средоточение капитала. То есть банк из простого посредника начинает превращаться в нечто другое, в господина над этим промышленным капиталистом, потому что он знает его состояние дел. Потому что он может либо ограничить его кредит, либо дать. И начинает его просто над ним господствовать. Вот что такое концентрация, к чему приводят банков. Значит, немецкий банк. Это из работы Ленина, данные за 1909 год. Значит, у него вместе с дочерними различными организациями было 3 миллиарда марок капитал. Для того, чтобы понять, как-то связать с сегодняшним положением вот этот капитал, я пересчитал просто в средние зарплаты. Сколько 3 миллиарда составляла средняя зарплата? Оказалось, что это было 24 миллиона средних заработных плат на тот момент. То есть, вот такой актив, да, такая концентрация была капитала, что 24 миллиона человек после дела месяц создавали это. Значит, 2004 год возьмем. Значит, капитал вырос до 900 миллиардов евро. Евро. Если посчитать по средним заработным платам, это уже было 680 миллионов заработных плат. средних заработных плат. Чувствуете, да, как растет? Берем 2014 год. Значит, 2014 год. Значит, капитал 1 триллион 700 миллиардов евро. Это уже 1,3 миллиарда средних заработных плат. Сколько в Германии народе живет, да? И какой капитал сосредоточен в дуэйсбанке? При этом, это средние заработные платы. Это, по сути дела, ну, как бы стоимость какая-то, основные средства вот этих людей, управления ими. За 10 лет мы видим практически удвоение. Если мы возьмем с 1909 годом, ну, за 100 с небольшим лет, тут это выросло более чем в 5000 раз концентрация. Крупный банк, да? Ничего не скажешь. Теперь посмотрим наш Сбербанк. Что такое Сбербанк? Значит, данные, это на 1 сентября 15-го года. Значит, капитал 22 триллиона 168 миллиардов рублей. Значит, я взял среднюю заработную плату, та, которая без налогов, потому что я здесь тоже без налогов учитывал, да, сколько я? Реальная заработная плата 30 тысяч рублей. И поделил. И сколько оказалось среди 740 миллионов средних заработных плат. Сравним эту цифру. Это, конечно, меньше, да, чем в Довещенбанке 2014 году. Но больше, чем в 2004. Какая фактическая численность Сбербанка? Кто из вас может сказать? В 2014 году. Совершенно верно. Вот у меня данные за 2014 год 306 тысяч. 123 человека. Это фактическая численность была. Вы представляете, какое колоссальное количество людей работает в этой организации? Какой капитал тут крутится? Вот этот спрут Сбербанк, Сбербанк. Он не только в России. Это финансово. У него сеть и в Китае, и в Индии, и на Украине в том числе. По рейтингу, международному рейтингу дневного банка, он занимает в 2014 году 18-е место среди всех банков. А в Российской Федерации среди всех компаний он занимает только 6-е место. Это не самое крупное предприятие капиталистическое. 37% капитала при этом сосредоточено в Сбербанке. То есть мы видим, что и в Российской Федерации концентрация огромна, колоссальна. И вот с этим, так сказать, когда Ленин написал свою работу, это несопоставимо. Но может быть, все дело действительно не в концентрации, а в банковском проценте, в том кредите, который он дает на развитие производства. Может быть, действительно стоит с этой стороны рассмотреть. Давайте предоставим слово Владимиру Ильичу Ленину. Как он пишет? Он говорит в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Капитализм, начавший свое развитие с мелкого ростовсического капитала, кончает свое развитие гигантским ростовсическим капиталом. Французы, ростовщики Европы, говорят Лизис. Все условия экономической жизни терпят глубокие изменения в силу этого перерождения капитализма. При застое населения, промышленности, торговле, морского транспорта страна может обогатеть от ростовщичества. Дальше он рассказывает механизм, как с помощью акций фиктивных каких-то заводов в Египте. Там нагреваются банки, кубника теряет, при этом капитал вырастает. И вывод. Французская республика есть финансовая монархия, полное господство финансовой олигархии. Она владычествует и над прессой, и над правительством. Вот ростовщический характер, гнилой ростовщики и характер банков как раз проявлялся. И здесь он достиг своего какого-то, может быть, следующей ступеньки развития. Ну, в принципе, тенденция, что в концентрации, что в ростовщичестве она была, она осталась. И мы ее видим. Поэтому с помощью вот этой монополии на вот этот банковский процент создается именно та структура хозяйства, которая позволяет в данный исторический момент извлекать наибольшую прибыль. Вот и все. Когда надо будет понизить процент, они понизят. Надо повысить, повысить. Они создают, формируют под себя под максимальное извлечение прибыли. Исходя из этого, из того, что я говорю, какой строй у нас сейчас? У нас сложился реакционный агрессивный империализм со всеми его атрибутами в каком наборе, но с отпечатком прежнего, предыдущего прогрессивного социалистического строя. Как в свое время капитализм вышел из социализма, вышел из капитализма и нес свои отпечатки какие-то отрицательные моменты. Так в империализме есть отпечатки. Может быть, где-то даже положительные того строя, который был предшествующим. Они сохранились. Причем это проявляется во многих областях. Вот, например, сегодня день Ленинского комсомола. Кто празднует этот праздник? А празднуют его чиновники, банкиры, те, кто в свое время были вот этими вождиками, секретарями, райкомов и прочих, и прочих. И, по сути дела, что они отмечают? Они отмечают, видимо, свою победу временную над вот этим ленинским комсомолом. Собираются, пляшут, смеются. Другой пример. Другой, значит, пример. Несмотря на все успехи профсоюзной борьбы в странах Западной Европы, у нас самый низкий пенсионный возраст. 55 для женщин, 60 для мужчин, а для профессии средними условиями труда вообще 50 лет. Почему? Это отпечаток социализма. Мы видим, вот он остался. Но идет наступление на это, на все, да? Постоянно. И если не будет никакой борьбы, то все это, так сказать, придет в соответствие с нынешним состоянием соотношения классовых сил. Ну, вот эти следы предыдущего прогрессивного строя, они, с одной стороны, конечно, объективно, то есть, помимо нашей воли, желание облегчает положение, да, трудящихся, но с другой, они затрудняют понять, затрудняют увидеть этот звериный оскал империализма. То есть, во внутренней политике, что мы сейчас наблюдаем, текущий момент, переходим. Квистные явления сопровождаются переделом собственности. Вот, все время отзывается лицензия от каких-то банков, идет зачистка, да, то есть, концентрация капитала. Видим в реальном секторе, трансаэра банкротится, за него забирают маршруты и прочее, и прочее. Это то, что мы видим. Что не видим? Значит, тут у нас есть различные связи, ну, в разных кругах, и источники информации. Вот сейчас идет большое передело в нефтяной сфере. Один, значит, небольшой собственник нескольких вышек, значит, рассказывает, что к нему подходят люди сечены и говорят, у тебя сколько вышек? Четыре? Вот, три отдаешь нам, одну себе. Согласен? Он говорит, а если не согласен, тогда заберем все. То есть, идет передел во внутренний сфере. Потому что кризис, потому что надо набивать себе карман дальше. Предел, с одной стороны. с другой стороны мы видим, как понижается жизненный уровень трудящихся. То есть, они перекладывают какие-то свои убытки на плечи трудящихся. Каким способом? Во-первых, понижается заработная плата. Не то, что в этом, в реальном исчислении, но даже в номинальном. В номинальном. Во многих, так сказать, производствах. Снижаются какие-то социальные трансферы. Это бесплатные, да, услуги, которые государства из бюджета оказывают населению. То есть, они уменьшают финансирование поликлиник, здравоохранения, культурных учреждений и прочее. То есть, экономят, экономят, зажимают. Принимают соответствующие законы. Это как отражение, ухудшающее наше, закрепляющее наше вот это вот положение. Во внешней политике, во-первых, они создают международные союзы. Ну, имеют в виду российский империализм, да, выступают застрельщиком. Для того, чтобы лучше обстряпывать свои делишки. Лучше выкачивать ресурсы, перемещать капиталы и прочее. Это Индия, Китай, вот эти БРИКС, Бразилия, ЮАР, те страны, которые вот находятся под влиянием. И тоже заинтересованы в таком союзе. Во-вторых, мы видим, что они вступили и в том числе в такую вооруженную борьбу уже за передел мира. Не надо думать, что действия властей на Украине или в Сирии это помощь народу Украины, трудящимся Украины, трудящимся Сирии. Это не так. Это защита своих экономических интересов. И если в какой-то степени, допустим, какие-то моменты отдельные идут на пользу трудящимся, то следующий шаг это все равно будет реакционно. То, что происходит на Украине, когда сдаются вот эти области, идет разоружение народа и вся предыдущая борьба, все эти жертвы, которые понесли трудящиеся, они просто продаются российским капиталом. Вот результат итоговый. Это же будет в Сирии. Экономические интересы на первом месте. Поэтому не надо думать и какой-то ассоциировать с Советским Союзом и действительно с его прогрессивной внешней политикой. И все вот это на внешнем рынке сопровождается ростом шовинизма внутри. То есть рейтинг у Путина вырастает, да ему легче становится проводить реакционную внутреннюю политику, поскольку вот вроде как успехи на внешней. Начинает раздаваться различные голоса о национал-предателях и все, кто выступает, теперь против Путина становится кто? Пятой колонной, которая действует в интересах западного капитала и так далее. Какая задача текущего момента? Значит, задача у нас с вами одна. Это поднять высоко знамя революционного марксизма. Почему? Потому что в дальнейшем, если мы будем так дальше смотреть и ждать или поддерживать отечественного производителя, то ситуация просто как показывает история, скорее всего, закончится каким-то вооруженным конфликтом уже мирового масштаба. И что из этого получится в результате? Большой вопрос, уцелеем ли мы. поэтому надо разъяснять суть происходящих процессов вот именно с марсийских позиций, с классовых и призывать к свержению существующего строя, который уже давно объективно перезрел. Поэтому надо использовать любые временные затруднения правительства для того, чтобы с ним бороться, а не помогать ему. Но работать прежде всего надо с классом. в том числе на заводских проходных. То есть необходимо идти, но как с ним установить связь? Можно, конечно, в интернете там и еще на таких собраниях, как это, но в принципе надо идти на проходные и устанавливать непосредственные связи. Вот в Москве организация КРП работает с 18 заводами. То есть раз в две недели выходит на проходные, распространяет соответствующий агитационно-пропагандистский материал, соответствующего содержания. Ленинградская организация 15 заводов. Ну, это капля в море, потому что заводов очень много. Но, тем не менее, эта работа необходима. Необходимо также работать в профсоюзах, да, и с профсоюзами. Но при этом очень важно проводить в них рабочую политику, а не политику хорошего коллективного договора. Вот здесь надо это понимать. Ну, и мы выходим на, собственно, последнее, то, для чего создавался Редфронт. Он создавался как союз различных коммунистических организаций для того, чтобы использовать выборные компании для развития рабочего движения, использовать выборы. А как можно использовать выборную компанию? Только участвуя в ней. участвуя в ней, проводя, значит, вовлекая в эту публичную политику широкие массы трудящихся, используя эту трибуну, да, для разъяснения рабочей политики. А если получится мандат, то хорошо, использовать этот мандат для развития борьбы вне парламента. Вы это все знаете. Значит, какой вывод итоговый всего то, что я говорил? Значит, империализм, в котором мы сейчас живем, это канон социалистической революции. Все, ничего больше нет. Ничего не надо больше ждать. Единственное, чего не хватает, это проведение рабочей политики. Поэтому все силы на рабочую политику. Я закончил. Спасибо. Переходим к вопросам. Степан Сергеевич, у меня два вопроса. Первый вопрос, это как обстоят дела с привлечением молодежи в ряды партии. И второй вопрос, как обстоят дела на том участке борьбы, вот, что касается борьбы против религиозного мракобесия. По-моему, недостаточно уделяется внимание этому весьма важному вопросу борьбы с религиозным дурманом, недостаточно уделяется внимание привлечению молодежи. Вот, хотелось бы узнать ваше мнение. Так, сидя, ты сейчас стоишь. Сидя. Сейчас, погодите. Мы партия рабочего класса, не молодежная какая-то группировка, а партия рабочего класса. Вопрос, на мой взгляд, как состоит с привлечением рабочих. Прежде всего, туда упор. Молодежь – это средство какое-то общество. У нас есть молодежная организация при Российской Коммунистической Рабочей Партии, революционный комсомол. То есть, молодежь, она работает со студенчеством, работает и с училищами производственными, будущими представителями рабочего класса. Но сил пока не очень много. Вообще, важно, как говорил Ленин и Сталин, найти главное звено, потому что сил не очень много, поцепиться за него. Главное звено – это рабочий класс, это заводы. Вот туда все силы, потому что распыляться мы не можем. По поводу религиозного мракобесия, значит, мы, марксизм, это наука, научное мировоззрение мы несем. Бороться с религиозным мракобесием можно только изменив материальную среду, объективно, да, потому что просто так, как черниль, да, и хаять религиозных деятелей, но это больше вреда только принесешь тем пользы. Истоки религии в чем состоят? В гнетенном положении трудящихся, в том, что они ищут успокоение, спасение какое-то. Мы, с одной стороны, это понимаем и несем научное мировоззрение, с другой стороны, понимаем, что устранить это, да, можно только устранить причину, порождающую религию. Это, опять же, только способна социалистическая революция, уничтожение вот этого гнетенного состояния, да, культурное просвещение только таким способом, значит, естественным, да, после этого человек сам просто не будет нуждаться в этом, чтобы уйти от реальной жизни в этот дерман наркотический, религиозный. Степан Сергеевич, ну, во-первых, спасибо за интересную тему и выступление, а скажите, пожалуйста, вот вы затрагиваете важные вопросы, почему 15 заводов из других точек не идут вот сюда на лекцию и не ломится зал, это же интересные вопросы ставятся, почему не идет сюда народ и не слушает эти лекции, как вы объясняете? Значит, во-первых, рабочий класс тоже разный, да, мы, когда агитируем рабочий класс, ориентируемся на сознательных рабочих, их не так много, то есть это определенная прослойка, это первое, второе, видимо, у них нет потребности пока, пока класс еще как политическая сила себя не ощутил, он еще пока не борется, он нет потребности в этих знаниях, как только начнется действительно реальная борьба на предприятиях, хозяев, появится потребность, тогда они пойдут в достаточно большом количестве. Пожалуйста, вы сказали, что у нас не может быть фашизма. Я так не сказал, я сказал наоборот, я наоборот сказал, что есть теории, по которым, поскольку у нас нет банков, то не может быть и фашизма, потому что фашизм это что? это открытая террористическая диктатура самого финансового капитала, то есть сращенного банковского с промышленным, вот что такое финансовый капитал. Раз нет банков, нет финансового капитала, нет фашизма. Я говорю, что это не так, что банки есть, что и фашизм может быть. То есть всегда может эти остатки демократических процедур, которые у нас остались в обществе, быть отброшены и установлена открытая диктатура. Еще вопрос? Можно мне там два вопроса? Да, Один из признаков империализма это преобладание вывоза капитала над вывозом товаров. В России ситуация наоборот вывоз товаров на порядке, если на два порядка, превышает вывоз. Это первый вопрос, насколько правомерно говорить о составшем сформирование российское преодоление преосуществует на узкий чрезвычай признак и второй вопрос. Финансовый капитал, как известно, банковский капитал, построившийся промышленный капитал. Так вот та фактически, которая достиняется, говорит о том, что ведет процесс сращивания западного из американского и западноевропейского банковского капитала с российским промышленным. Поэтому, насколько говорить, здесь сформировавшимся в российском реализме. По первому вопросу. Вот у нас на уровне бюджета создан фонд национального спасения и все какое-то, да, будущих поколений. Это что, это капитал? Такая огромная масса. Где она находится? Она вывезена? А что это? Это вывод капитала. какая разница? Все может заграницей? Есть капитал, который выведен из страны или вывезен из страны. Это во-первых, да? Во-вторых, я, честно говоря, специально не смотрел статистику по капиталу, но вот даже в том, что я говорил здесь, приводя Горяева, отечественного производителя, 30% его бизнеса было в Германии. Например, то, что я знаю по другим олигархам, назовем их так, они тоже стремятся развивать свои структуры, в том числе по всему миру. Везде идет вывоз капитала, идет переплетение. Я не знаю, откуда, на что сказать, на какие данные вы ориентируетесь, когда задаете вопрос в такой форме, что однозначно у нас вывоз капитала не происходит. У меня такие данные неизвестны. Второй вопрос у вас по сращиванию американского и европейского банковского капитала. Да, но есть и другие примеры мы видим. Мы видим, как Сбербанк пытался купить немецкие заводы. Мы знаем, что Сбербанк имеет сеть в Китае, в Индии и тоже свои проекты. Я думаю, она тенденция есть и та, и другая. Сбербанк точно так же покупает. Российский капитал точно так же. И вот на внешнем рынке, что он сейчас делает, он тоже пытается расширить свои зоны влияния для того, чтобы получать лакомные куски. Спасибо. Еще вопросы, Степан Сергеевич? Нет, спасибо. Переходим к выступлениям. Кто желает выступить? Дискутись, пожалуйста. Я хочу сказать, что доклад, который ведет Степан Сергеевич, очень ясный, прозрачный, достаточно, с четкой постановкой вопроса, и поэтому его слушать очень интересно, приятно, и я думаю, что он очень годится для такого хорошего, настоящего, серьезного обсуждения. И достаточно острый и полемичный, что, я думаю, не минус, а плюс. Потому что, если мы хотим в чем-то разобраться, то даже люди, которые, так сказать, занимают, может быть, совершенно близкие позиции, иногда могут взять, так сказать, позицию противоположной, чтобы посмотреть, к чему она приведет, или насколько она убедительна. Поэтому я вот приветствую такой доклад, такую постановку, и думаю, что это, ну, вполне в духе тех занятий, которые должны проходить в университете рабочих корреспондентов. Поэтому, мне кажется, вот я хочу некоторые свои аргументы привести, которые, может быть, Степан Сергеевич, так сказать, тоже примет, какие-то примет, какие-то не примет, но которые могут несколько эту полемику расширить. Ну, во-первых, пункт первый, а кто такой отечественный производитель? Тут неплохо бы дать понятие. Значит, вообще отечественные производители, это те, которые делают продукты. Ну, я думаю, конечно, можно подвести и под тех, под производителей, тех, кто делает косметику, но я думаю, что когда мы говорим об отечественных производителях, мы всегда должны брать, прежде всего, ядро экономики. Скажем, вот есть предприятие по выпуску комбайнов у нас в Ростовской области, которое является крупным и даже имеет за границей свои филиалы. Сколько не бьется его генеральный директор и собственник в отношении того, чтобы закупали здесь государство, наши государства не закупают или закупают очень мало. Он говорит, ну, закроется здесь, я буду в Канаде, у меня там есть предприятия, у меня они хорошо идут. То есть, вот, так сказать, этот человек является он отечественным производителем. Строго говоря, строго говоря, ни один капиталист не может быть охарактеризован просто одним понятием отечественного производителя. Почему? Потому что он, с одной стороны, собственник, и как собственник он эксплуататор. С другой стороны, он организатор производства. А производители это не только организаторы производства, это еще и рабочие. Поэтому, значит, одни, значит, что такое поддержка отечественного производителя? Это создание предприятий, это расширение рабочих мест, это загрузка тех производственных мощностей, которые имеются, и которые созданы не трудом и даже не усилиями организатора производства капиталистов, которые исторически сложились. Все вот эти нынешние капиталисты, они все паразиты на тех предприятиях, которые созданы за советское время. Поэтому поддержка отечественного производителя – это поддержка тех отечественных предприятий, создание которых было делом поколений советских людей. И это те предприятия, которые составляют косяк экономики России. Вот, я думаю, кто такие отечественные производители. То есть, отчислять, убирать из отечественных производителей рабочих и рабочих сельскохозяйственных, которые ни в коем случае нельзя. Вот, я думаю, надо это взять на вооружение. А что касается того, что они там думают, собственники, я думаю, что все собственники думают о том, как набить себе карман. И я думаю, что этот пример очень хороший привел Степан Сергеевич. Это вот откровение этого самого собственника, так они и думают. И даже те, которые что-то и хорошее делают, в том смысле, что они что-то организовывают и так далее. Потому что мы видим, что наше производство не амортизируется, не расширяется. Все эти мифические 25 миллионов рабочих мест, которые Путин обещал, они так мифическими остаются, потому что закрывается одно предприятие за другим. А эти рабочие места, они по отдельности не создаются. Сколько заводов создали в России? За эти 24 года. Сколько? Я знаю, один завод, вот Виктор Георгиевич Долгов, создал завод бутылочного стекла. И ввел его в 10. Я там видел, немного там народу работает, потому что там почти все автоматизировано, чистота, порядок и так далее. Ну а вот, скажем, я больше не знаю ни одного завода, который был бы создан за это время. Поэтому какого-то тут расширения, а что такое капитал? Капитал – это самовызрастающая стоимость. То есть это капитал, который идет на приобретение средств производства, на дополнительное приобретение средств производства и на дополнительные жизненные средства для обеспечения существования работников. Этого нету, нет этого расширения. Идет, наоборот, снижение сейчас, идет убывание и того, и другого. Поэтому идет не самовозрастание капитала, а идет самоубывание, самоуничтожение капитала. Поэтому эти вот люди, которые выступают, и вот с такими речами, как этот Гореев, они на самом деле не капиталисты, даже в смысле понятия капитала. Это люди, это самоубывающие, а не самовозрастающие капиталы. Вот это первое. Так что вот я думаю, что если говорить об отечественных производителях, можно поставить вопрос так. Вот это вот рабочие места и работа дает отечественным рабочим, или это, так сказать, только за границу? Ну, если у нас закрывается ЗИЛ и приобретаются, скажем, мерседесы, то, конечно, мы загружаем, не просто капиталистам даем доходы немецким, скажем, если мы покупаем мерседесы, а мы даем рабочим немецким. Ну, это, конечно, так сказать, это интернациональное дело, полезное в этом смысле. Но мы лишаем вот тех рабочих, которых мы хотим позвать на революционные действия, на рабочую политику, и все меньше, меньше, меньше. А поскольку заводы не развиваются, там все старше и старше возрастом. И у нас средний возраст за 50, за 60, а то и за 70. Причем на самых передовых предприятиях. И вот те, которые за 70, вот должны хоть сейчас успеть что-то передать, потому что иначе, так сказать, у нас порвется та самая необходимая связь, которая обеспечивает технический прогресс. Вот это первая мысль. Вторая. В отношении банков. Все-таки банки имеются совершенно точные научные понятия. Не всякая организация, которая выдает кредиты, это банк. Потому что эта организация, которая выдает кредиты, называется ростовщическим капиталом. Это что такое? Это, так сказать, ростовщики, которые дают деньги в рост. Значит, сколько бы ни было объема этого самого капитала, допустим, у Сбербанка, это и есть та самая организация, которая дает деньги в рост. Скажите, пожалуйста, какое-нибудь предприятие промышленное кредитует Сбербанк. Хоть одно. Вот я думаю, что, если, допустим, Степан Сергеевич поисследует и найдет, и найдет хотя бы одно предприятие, которое она поддержала, развила, организовала. Потому что что означает банк по определению? Банк по определению – это не просто организация с деньгами, или мешок с деньгами, а тот мешок с деньгами, который, а, совершенно правильно Степан Сергеевич сказал, что который, так сказать, все знает, когда он все знает. Это он все знает, когда он все кредитует. Они ничего не кредитуют, никакое производство. Поэтому ничего там они не знают. И ничем они управлять не могут. А вот американские банки и западно-германские банки, вот они это кредитуют, наши предприятия. По крайней мере, кредитовали до введения санкций. И поэтому этот процесс сращивания, вот он прерван. Благодаря санкциям мы можем только их приветствовать. То есть до этого, вот обратите внимание, наше государство, и мы об этом раньше говорили, что набрало в Международном валютном фонде долгов, видим и не видим, все это отдали. Все отдали, там какие-то гроши остались. А вот наши частные предприятия 580 миллиардов имеют долга. Перед кем? Перед нашим государством? Нет. Перед иностранными банками. Вот они все в долгу, как в шелку. И даже их, так сказать, я заметил, что там уже поговаривают в доме, что, так сказать, а вот если вы будете у нас там все отбирать за границей, тогда мы поставим вопрос о том, чтобы наши не отдавали эти долги. И, так сказать, в этом смысле государство наше хочет купить нашего же капиталиста, тем, что он скажет, ну и не отдавайте им тогда. Вот вы, мы будем не только вас за это не преследовать, а вы скажем, они нам у нас забирают, и вы им не отдавайте. Ну, потом мы никогда ничего не получим, поэтому это очень опасная штука. Во всяком случае, ситуация не так обстоит, что у нас наши банки кредитуют производство. Какие банки и какие производства кредитуют? Они и не могут кредитовать при такой банковской политике, потому что если политика состоит в том, что вот у нас установлено... Было 17 в начале кризиса, и обеспечил этот кризис, и породил этот кризис, который сейчас есть. Причем это не кризис перепроизводства. Кризис перепроизводства, когда очень много товаров и затоваривания. Ничего этого, много товаров нет. Наоборот, был хороший спрос, все саскивали, когда идет быстрая инфляция, это вообще не экономический кризис перепроизводства. А что было? Начался бурный подъем, так сказать, цен, в том числе закупки иностранного... Раз они не кредитуют наше предприятие, а деньги им Центробанк выдает, пожалуйста, я вам выдаю деньги, а вы идете, покупаете доллары. Я вам выдаю деньги, а вы идете, покупаете евро. А раз деньги идут на покупку этой валюты, значит, валюта идет в рост. А раз идет в рост, значит, и вы тогда идете покупать, и вы идете, и я вам тоже даю, даю, даю. Они идут и покупают. И они вот покупали, покупали, набили себе карманы, а потом остановились. И сказали, все, не 17, а кредит не под 17, только 11. На 11 остановились и стоят напрочь, напрочь. Тогда как в Соединенных Штатах Америки сейчас кредит от 0 до 0,25%. Но нашим уже не дают, потому что санкции. Вот такая картина. А они поговаривают, мы, наверное, повысим, потому что они смотрят, как у нас хорошо жареют эти банки в России. Думают, вот нам бы так, вот нам бы так. И поэтому они говорят, давайте хоть до процента. И думают, в декабре все-таки этот вопрос решить. Они пытались решить, никак не получается, чтобы у нас разогнать немножко инфляцию, хоть какую-нибудь. Потому что когда инфляция, то тогда люди начинают из кубышек деньги доставать, потому что иначе они сгорят. И это стимулирует, так сказать, спрос. Поэтому американцы мечтают о таком стимулировании спроса. А у нас так разгоняется, что вообще вы останетесь ни с чем, если у вас какие-то есть накопления. Ваши накопления быстро сгорают. Так вот, при той норме процента, которая есть, ее надо сопоставить с нормой прибыли. Какая норма прибыли? Вот, Пан Сергеевич, какая норма прибыли? Ну, хорошая такая, капиталистическая. Ну, 10% уже хорошая норма прибыли? Хорошая. Хорошая. Народ говорил, что 200 или 300%. Это когда он уже, когда 200 или 300, это Маркс не говорил, это Маркс цитату привел из одного другого автора внизу, в Сновске. И говорит, что тогда он идет на любые преступления. А что является нормальной прибылью? Нормальной прибылью. Что вот какой, вот скажем, если вы возьмете капитал совокупный российский, и прибыль. И сколько будет процентов? Три будет? Вот американские крупные компании работают при норме прибыли 3%. Значит, есть такие компании, у которых 24%, у всяких спекулятивных компаний, у спекулятивных, в том числе, может быть, у этих самых косметических фирм, которые, черти, необыкновенный, сам ее спрос порождает и сами же его удовлетворяют. Значит, у них может быть такое, но в производстве, в станкостроении, в машиностроении, в тяжелом машиностроении, вот во всем, в том, в чем мы отстаем. И в чем мы вообще не вышли на уровень того, что было в времена Советского Союза, не вышли на тот уровень даже. Несмотря на то, что общий объем у нас вроде уже почти стал такой же, но он совсем другую структуру имеет. Значит, инструментальное производство загублено, станкостроение загублено, машиностроение военное остается более-менее. И то все, старые станки. Поэтому, вот по этому критерию, значит, получить под 24%, вот если я хозяин предприятия капиталистического, российского, мне дают по 24%, я думаю, все равно сгорает все предприятие. Получу под 24% и потом, значит, и старше это делаю, и стану банкротом, и закону о банкротстве весь, и все. Поэтому беру, чтобы прогореть, и прогорает. Последняя песня. А для производства невозможно это брать, потому что я 24%, под 24% беру, а, значит, прибыль у меня будет. 3-5% нормы прибыли. Поэтому я никак их не отдам. Поэтому, значит, еще раз, банки, это такая финансовая организация, которая временно свободные средства, временно свободные средства в хозяйственном обороте. Это ничего с хозяйственным оборотом Сбербанк не имеет. Он и не назывался Сбербанк, он назывался Сберкасса. И правильно назывался, потому что Сбербанками назывались те организации, которые работали с производством. Это был Промстройбанк, Агропромбанк, так, там и Внешторбанк. А эта организация, она с населением, гробовые себе положили, бабушки, старушки, вот она их накапливает, и никуда она их ни в какое производство не направляет. Сейчас некоторые операции, вот говорил об этом Степан Сергеевич, раз, оно купит там. Значит, свое производство ничего, оно тут здесь ничего не развивает, оно купит там подешевле. И там Германия продает за рубль предприятие. Ну, что значит продают за рубль? Вам, ну, за один, так сказать, за одно евро продадут вам, как у нас Аэрофлот сейчас, Трансаэро продали за одно евро. Вам продадут, но это имеется в виду, что вы хотите, давайте развивайте. Точно так же Red Wings продали. Исчезла у нас целая компания, которая только отечественные самолеты брала. В Лизинг летали еще отечественные самолеты, а сейчас и вообще не берут их. И закуплены у нас аэробусы, и закуплены у нас Боинги, и обеспеченные рабочими местами, рабочие в Америке и в Европе. А в России отечественное самолетостроение не может быть обеспечено, два раза нельзя же купить. Это теперь на 20-30 лет. Те же самые, знаешь, мало того, что у нас Сапсан. У нас идет Аллегра, это франко-итальянская, которая ездит в Финляндию. И у нас теперь еще есть ласточки, да еще есть стрижи. Это все немецкие, и все это на 30 лет. То есть мы обеспечили рабочими местами немецкий пролетряд, и, наверное, будем теперь надеяться на революцию в Германии. Потому что мы вложили в организацию рабочего движения в Германии. Вот это рабочая политика? Значит, агрессивный империализм. Сейчас я постараюсь покороче. Значит, вообще надо разобраться с тем, что такое империя. Не каждое государство империя. То, что у нас этап империализма, это совершенно правильно. Абсолютно точно Степан Сергеевич сказал. Мы все находимся на этапе империализма. У нас монополистический капитализм. Это везде есть. Во всех странах. Только монополии разные. У нас монополии есть свои, а есть иностранные. Вот все автомобилестроение легковое, все это иностранные монополии. Все, вплоть до этого самого так называемого ваза, где это Рено-Ниссан. Ездил, ездил Владимир Владимирович, рекламировал. Что он теперь разрекламировал? То предприятие, которое принадлежит теперь двум иностранным компаниям. Вот и все. Нет отечественных легковых. Кроме, на газе делают еще вот эти самые микролитражки. Они идут по разряду легковых, но это же не легковые машины. Мородошова. Мородошова. Да, УАЗ-Патриот. Так вот, Петр Первый тоже не имел слова император, пока не появилось какое-нибудь государство, марионеточное, которое в социальной зависимости находилось от России. В этом смысле вообще слово империализм. Вот так же был британский империализм. Пока была Индия, были, так сказать, другие страны, которые были в зависимости от него. И сейчас британский империализм, потому что зависимость теперь не политическая, а экономическая. Действительно, у них там предприятие. Осуществляется вывоз капитала. И куда мы вывезли капитал? Мы не вывозим капитал, а выводим. Вот это вот Виктор Иванович сказал очень хорошо. Вывоз – это означает, вы построили там завод. Да мы у себя ничего не можем построить. Какой мы завод построили за границей? Где? Хоть один. Вывоз капитала – это, если капиталист выводится, он построил завод и эксплуатирует иностранных, трудящихся. Какие заводы, на каких заводах российский капитал эксплуатирует иностранных, трудящихся? Я не знаю. Ни одного. Если есть, надо искать. Может быть, есть. Наверное, будет. Я думаю, будет. Но когда будет, так и будет. Надо смотреть, что есть. Для Беларуси, скорее, сюда. Мы от Беларуси зависим. Станки у нас теперь из Беларуси, Китая и Тайваня. Больше ниоткуда. Так. Поэтому, значит, то, что наша страна при империализме живет, это не значит, что она империалистическая страна. Потому что империалистическая – это крупные хищники, которые грабят. Кого мы грабим? Нас все грабят. Нас грабят со всех сторон. И мы, мало того, вот наш компрадорский капитал у нас господствует вовсю. Да они 10 раз помогут иностранному капиталу ограбить всю страну. В том числе и в правительстве сидят представители Камрадорского капитала. В том числе советник Путина уже говорит, что у нас финансовый блок действует в интересах иностранных государств. А мы еще говорим, что у нас империализм. То, что у нас капитализм – это точно. То, что у нас монополистический капитализм – это точно. А вот что касается того, что у нас империалистическая страна, для этого надо доказать, что мы занимаемся ограблением. Поэтому, вот, говорится, не помощь народу, а защита экономических интересов. Если бы Степан Сергеевич его перевернуть, российский капитализм, защищая свои экономические интересы, тем самым, получается, оказывает и помощь некоторым народам, и все было бы правильно. Конечно, капитал действует не исходя, российский в том числе и государственный, не исходя из того, что он решил оказать помощь Сирии. Ну, что мы не знаем, там есть база военно-морская, чтобы ее сохранить, надо оказать помощь Сирии. Что тут непонятно? Все понятно. Если вы не окажете помощь Донецку и Луганску, там будут стоять американские войска, и стояли бы сейчас корабли в Севастополе. Никаких сомнений на этот счет нет ни у кого. Поэтому никакой, абсолютно я согласен Степану Сергеевичу, что никакими террористическими интересами это не продиктовано. Продиктовано сугубо. Они прямо и говорят, мы это в интересах России делаем, про сирийские события. Так и говорят. Совершенно правильно. Но факт остается фактом, что наш пока капитализм, в силу сложившихся исторических обстоятельств, и в силу в том числе и наследия определенного, что вот нас поставили в такое положение, что теперь разрубили русский народ, вырвали 25 миллионов, все это на части все хозяйственные связи порубили, и теперь, значит, если вы не будете защищаться, значит, вас совсем забьют и скажут, что у вас много территорий, мало народа, надо все забрать, все ресурсы. Так мы не хочется покупать, давайте мы сейчас просто заберем. И заберут. Как забрали его у Ирака, забрали его в Югославии, забрали его в Ливии, у Сирии точно заберут, если не будет ВКС там, сейчас бомбить. Это уже точно, всем понятно, что заберут. И у России заберут тоже. С некоторой задержкой. Небольшой. И, значит, поэтому поднять знамя революционного марксизма надо. Пока, как рассказал Степан Сергеевич, это сводится к тому, что мы будем участвовать в выборах. Ничего такого особенно революционного нет, это необходимый элемент деятельности всякой коммунистической партии. И Ленин очень советовал участвовать в выборах. Это нужно и полезно делать. И второе. И будем ходить и агитировать. Все, так сказать, организации, действительно, коммунистические, должны ходить к заводам и агитировать. Это агитация, а где организация? И вот я думаю, с чем совершенно нельзя согласиться, что это рабочая политика, а не политика хорошего коллективного договора. Хороший коллективный договор может быть получен только через забастовочную борьбу. Ни один коллективный договор хороший не получен путем его составления, а получен путем жесточайшей, может быть, полуторагодовой и большей борьбы. И эта борьба предполагает вовлечение в эту борьбу всего коллектива. Или, по крайней мере, его большинства. Вот это рабочая политика. Для этого надо, чтобы коллективный договор ставил не копейку на рубль, а такие вещи, как приближение зарплаты к стоимости рабочей силы, что является задачей. Обсероссийская. Ее в одиночку ни один коллектив не решит. И другие там. Сокращение рабочего дня до 35 часов. А сейчас везде сверхурочные. И вместо увеличения рабочих мест, получается, зачем их увеличивать? Надо, пусть больше работают эти люди на этих местах. И все. То есть для этого коллективный договор должен быть хорошим. И вот через хороший коллективный договор можно организовать. А через стачку и забастовку идет прямая дорога к советам. Советы как образовываются? Представители стачечных комитетов, которые за что-то поборолись, соединяются на территории и создают территориальный орган по представительству от забасткомов. Это и будет совет. Это вот рабочая политика. А свергать, как вот сейчас наши друзья в Греции, они собирают большое количество народа. Огромными массами людей. Мы все время красочно так. Я смотрю, я всегда с удовольствием получаю оттуда информацию. Так здорово. Так здорово. Кончается чем? Что проголосуйте за нас. Как у КПРФ. Проголосуйте за нас при выборе. Вот и голосуйте за них. Они ходили, ходили. И 5% опять набрали. И все это на самом деле сводится к одному. Что все привязано к выборам. И никакой дороги к социализму вообще нет. Это никакая не рабочая политика. Вот что получается. То есть как элемент общей политики, которая вне парламента. А что вне парламента? Так вне парламента и есть организация забастовочной борьбы. И организация забастовочной борьбы – это вот генеральная линия рабочей политики. Что я хотел заметить. Я думаю, что, Михаил Сергеевич, достаточно. Да можно? Степан Сергеевич, обстоятельства. Запишите за слово, Мякслава. Можете? Ари, ты не скажешь. Я просто для маленькой вести предприятия. Я работаю в НИИ. Нет, вы тогда от микрофона, наверное, сюда. Да, вы идите, да. И вас не слышно будет. Сюда. Значит, по положению на моем предприятии Институт радиоаппаратуры и маленький радиозавод. Значит, предыстория такая, что… Вы сейчас ротки, да? Да, да, да. Значит, нас было в 1991 году около 5000 человек. Ну, все, естественно, состояли в профсоюзе. Сейчас осталось 1300 человек. Членов профсоюза около 400 человек. Через год нас выселяют на окраину города. И еще человек 150 уменьшится. И вот я хочу обратить внимание на политику администрации, работу администрации с коллективом и профсоюзом. Изменение произошло в последние где-то 5 лет. Происходит усиление деятельности, суеты администрации. И в части профсоюза, значит, у нас был профсоюз, потом избрали другой профсоюз, еще более любивший администрацию, желтый. Но даже этот профсоюз, вот год назад, он не устроил администрацию. Значит, они решили, так, профсоюз уберем, сделаем совет трудового коллектива, он будет главным, а профсоюз, ну, как бы, сбоку. Но в результате борьбы, после этого совещания, ну, с голосованием, и я там тоже участвовал, что коллектив, ну, избранные коллективом, доверили профсоюзу представлять интересы всех рабочих. Хотя избрали начальником профсоюза, ну, не самого такого активного, недруга и администрации, ну, более, так скажем, крепкого работника, а такого, который, ну, ближе к администрации был. Причем это второй раз. Сначала администрация, когда не прошел ее вариант с советом трудового коллектива, они, ну, говорят, давайте перезбирайте правком. И выдвинули там своего человека, но правком все-таки у нас остался, все хорошо. А вот в этом году, вот буквально месяц назад, значит, новая акция, что администрация пытается, ну, прибрать к рукам, даже вот такой орган, ну, слабосильный, совещательный, она что сделала? Вот буквально две недели назад, они опять собираются, ну, как бы, перевыборы, совет трудового коллектива. И что меня удивило, вообще, вот эта новость для меня была, что раньше мы как, мы же выбирали, ну, допустим, цех там, или какую-то часть подразделения своего человека, те собирались кучей и, значит, выбирали, кого хотели. Так как люди-то мало друг друга знают, но так как, ну, на собрании они видели, там, смотрели, как, ага, это более активно, его не любит администрация, ну, и как-то выбирали. А сейчас они нам выдали, значит, такие бумажечки, в которых ты в своем подразделении записываешь, ну, кого ты хочешь выбрать. Причем, вот, дают мне бумажку эту, говорят, и так, между прочим, говорят, а вот твой начальник рекомендует того-то. Ты, конечно, можешь выбрать, кого хочешь, но в результате что получается? Я знаю, там, ну, 10 человек, ну, 15 человек, я кого-то выберу. И вот таким хитрым ходом, что они отрубили вот эту коллективность, перешли на индивидуальный подход. И вообще, вот, последние, ну, скажем, 5 лет они администрация, раньше им было наклевать, они, ну, был там, профсоюз что-то просил, и вообще там как неинтересно им было. А сейчас пошло где-то с 2005 года усиление администрирования и производства, дисциплина повышения, пытаются они что-то сделать, хотя ума нету. И сделаться такими хозяевами, что ли, убрать там лишние организации, там, как они считают, профсоюз, а сделать, чтобы администраторы, они все всем управляли, и они действительно, они пытаются вот заменить профсоюз, допустим, производят спортивное, вот у нас есть команда там еще, это опять-таки зам директора по персоналу, это не профсоюз. И вот они пытаются как бы перехватить у профсоюза и вытеснить его. Ну, эти верные слуги хозяина, то есть они хитро работают. Теперь по возрастному состоянию, значит, где-то в 2000 году у нас, вот в моей лаборатории было в 1991 году 21 человек, осталось здесь 2. И в столовую заходишь, дом престарелых. Ну, у нас вот где-то с 2005 года начали набирать молодежь. И сейчас у нас заходишь, мы уже превращаемся в детский сад. То есть заходишь, уже большая часть в столовой, ну, молодежь. Молодежь, причем там, допустим, набор, если в основном вот инженеры, ну, у нас родилась как бы специальность, и рабочие тоже. В основном, вот наши 7, допустим, молодых, ну, вот они 5 лет где-то, 6 лет работают, из них, из этих 7 человек, 5 человек из провинции и 2 местных. То есть идет, ну, как бы вот, приезд, что ли. Причем вот эти молодежь, они, ну, рассказывают, у них там работа, ну, под Калугой, там, под Воронежем, нету там работы. Они, так, между прочим, замечают, что все их одноклассники разбежались, кто в Москву, кто куда, но их это не учит ничему. Вот они устроились, и хорошо. То есть, главный вывод, что администрация, вот эти слуги капиталов, они стараются сейчас вот с персоналом, как они говорят, вот его взять за глотку, руководить, все взять под себя. И всякие организации, в том числе, трижды желтый профсоюз, все равно вон. Заключительное слово заканчивать, да? Михаил Васильевич в своем выступлении раскрыл нам еще раз реакционный и ростоксический характер капитала существующего. При этом он задавал такие вопросы, вот про Сбербанк, Сберкасса и прочее, прочее. Могу сказать, что вот активы Сбербанка 75% идет на кредиты, причем, причем, да? Из них 70%, это я специально готовился, смотрел, куда же Сбербанк, значит, как он получает прибыль. Это кредиты юридическим лицам, 70% всех кредитов юридическим лицам, то есть производителям, получается. Каким производителям? А вот это закрытая система, они не публикуют. Еще Владимир Ильич Ленин отмечал, что тогда, в то время, создавались различные банков, различные дочерние предприятия, дочки, прочее, прочее, балансы друг к другу, так, чтобы запутать, чтобы сделать непрозрачным, туманным, все, ничего не понятно. Мы знаем, что ТрансАэра, когда банкротилась, оказалось, что кредитор был Сбербанк. Вот, пожалуйста, вам пример. То есть мы узнаем в случае банкротства каких-то компаний, а, по сути дела, передел собственности идет, я уже говорил, что, оказывается, Сбербанк в этом процессе участвует, в том числе. Значит, большой процент, в американских очень низкий, а у нас очень большой процент, да? Вот аргумент Михаила Васильевича. Я приведу другой. Был период в истории нашей страны, когда процент, значит, был отрицательный. Банки давали кредиты, даешь, начало 90-х годов, приватизация, залоговые аукционы, да, брали кредиты, но инфляция была значительно выше, то есть они брали один капитал, а возвращали меньше. Все, пожалуйста, вам пример. То есть вот этими процентами, это просто, опять же, показано загнивающий характер вот этой банковской системы. Посмотрите, как они делают. Они манипулируют этими процентами для того, чтобы набить себе карманы, обстряпать свои делишки. Вот, все, играет. Туда-сюда. Примеры предприятий российского капитала за рубежом, ну, сколько угодно на самом деле. Я специально следил за активами Мордашова, поскольку я работал на силовых машинах. Где он еще имеет? Значит, у него был бизнес свой в Америке, в Канаде. Представительство в разных странах, очень большой спектр был. Он скупил место на рождение алмазов в ЮАР. То есть, в принципе, почему нет? Очень даже... Нет, можно подобрать и подготовить. Да, они прибирают, эти деятели. Политика коллективного договора или рабочая политика? Имелось в виду что? Конечно, мы не против хорошего коллективного договора и за. Но мы выступаем за то, чтобы коллективный договор был побочным продуктом чего-то большего, какой-то более серьезной цели. А не самоцель от коллективного договора и дальше все. Давайте вот мы забастовку сделаем, чтобы хороший коллективный договор. Давайте сделаем забастовку с другими, более, так сказать, масштабными требованиями. В том числе правительство в отставку, например, буржуазное правительство. Какой предел, что другое? Ну, я к примеру. 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 То есть, более масштабные, да, более революционные. Да, надо бояться этого. А побочный продукт, пожалуйста, там коллективный договор, чтобы не было чего-то. Директора в отставку, ну, там или национализировать тоже предприятие. Это вы же национализации. Директора в отставку отправили в отставку. Нет, иногда действительно увольняют, да, вставят других. То есть, можно, как бы, да, развивать борьбу. За условия труда, не только за... Но, правда, входит это все. Значит, ну, все хорошо. Вот рецепт просто лечения в чем состоит? Мы говорим, что надо поднимать знамя революционного марксизма. Призывать к социалистической революции, агитировать за это. Все. Не надо никаких отечественных нам производителей больше поддерживать. Мы знаем, что это такое, на примере Горяева. Любое отечественное производство, оно всегда будет кем-то, кому-то принадлежать. А принадлежать оно будет таким, как Горяев. Вот можно много говорить, но вот это, так сказать, кого в конечном итоге мы начинаем поддерживать через это. Конечно, если взять в Советском Союзе численность рабочего класса, ну, в Советской Российской Федерации, да, то уменьшилось оно, безусловно. Потому что структура другая экономики. Стала сырьевая. Мы вошли в мировую экономику, да, ну, мы Российская Федерация Буржуазная. Она изменила свою структуру согласно вот этим требованиям. Ну, все. Когда надо будет, она сама, значит, создаст новые заводы, фабрики и прочее. Если будет необходимость в этом. Наша задача в другом. Проводить рабочую политику. Вот приближается 7 ноября митинг. Значит, мы подали заявку и уже ее согласовали. Приглашаю всех на митинг 7-го. Площадь Ленина в 16.30 сбор. В 17.00 начало митинга. Это суббота. В 6.00 заканчиваем. И праздничный салют. Большой такой, хороший, красочный. Так что приходите. Первое. Второе. Поскольку в следующем году выборы, значит, законодательное собрание и в Думе, то вот мы приступили к сбору подписей. Потому что те партии, которые не проводят политику правящих классов, они на таком положении, что надо собирать подписи, да, не финансировать все с бюджета и прочее. Вот подписные листы, которые мы распространяем вместе с листовкой за рабочую политику. И подписные листы мы распространяем как раз в проходных с тем, чтобы организовать рабочий класс, чтобы включить его в эту работу. В том числе и по сбору подписей. То есть сбор подписей, это и агитация, это и вовлечение, и своего рода потом можно, если она зарегистрирует и допустит к выбору, да, получить от этих людей, которые проголосуют. То есть это и агитация за рабочую политику. Поэтому кто хочет включиться в эту работу, можно взять листовки и подписные листы. Ну и последнее, вот это поздравление 7 ноября наших товарищей по партии от имени Центрального комитета РКРП. Вот те, кто включается в работу, соответственно, будет вручена такая вот открытка поздравительная с предстоящим праздником. Все, спасибо. Объявление. Обратите внимание, следующее занятие, через неделю, 12-го, потому что следующий четверг у нас как бы подготовка праздную 7 ноября. Через неделю, 12-го ноября, тема лекции «Гегелевская диалектика как источник марксизма» ведет занятие профессор Казенов Александр Сергеевич. Спасибо. Спасибо.